Во вторник, 19 января, прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Андрей Шубин заслушал доклады представителей городских организаций о текущей эпидемиологической обстановке в Десногорске. Так, по сообщению руководителя медсанчасти, на стационарном лечении в ковидном госпитале находится 69 человек. В реанимации – 3 человека. Амбулаторная ситуация несколько стабилизировалась. Количество вызовов уменьшилось примерно в 2,5 раза. Поэтому сейчас начинаем работу по нашей плановой, в том числе работе – это проведение диспансеризации, проведение профилактических медосмотров и медицинских осмотров прикрепленных предприятий. Всего же на 19 января, по данным ФМБА в Десногорске, нарастающим итогом 1773 случая ковида. Заболеваемость в городе сохраняется. Особенно ей подвержены возрастные пациенты, которые при этом поздно обращаются за медицинской помощью. Зачастую не обращаются вовремя, которые в течение какого-то времени находятся дома, поздние обращения, поэтому и у нас в стационаре они тоже задерживаются на более длительное время. С 18 января МСЧ-135 проводит массовую вакцинацию горожан от коронавируса. Уже поступило две партии двукомпонентного препарата «Спутник Ви», чего на данном этапе хватит для вакцинации всех желающих, в том числе сотрудников муниципальных предприятий. Персонал у нас этим вопросом активно интересуется. Списки мы буквально к пятнице уже будем передавать в ваш адрес. Эпидемиологическая обстановка в школах относительно благоприятная. На дистанционное обучение по ковидному признаку выведено два класса. По ОРВИ болеют 7% школьников. Тоже относятся и к работникам учебных заведений. Мы направили в медико-санитарную часть списки педагогов, которые желают и готовы вакцинироваться в количестве 145 человек. И сейчас уже согласуем непосредственно график проведения вакцинации по учреждениям. Особый режим, введенный губернатором области с учетом поправок от 13 января, действует в Десногорске в полном объеме.